Будем бросать правильную монету. Это мы умеем делать. Выписывать вот такую сумму. Если надо приближённо, просто обрублю её где-то. Будем говорить, что вот получившийся х, это и есть вот это случайно загаданное число из отрезка квадратива. Конечно, встаёт вопрос, вот это диковинный какой-то способ. А точно ли у нас получилось число, которое вот так вот равномерно распределено по отрезку квадратива? Давайте проверим, действительно ли у нас будет вероятность попасть в отрезок, такая же, как вот мы хотели, что это длина отрезка. Вот возьмём отрезок в ряды единицы. И давайте сначала начнём с простого. Вот возьмём t и посмотрим, какая вероятность попасть в левее t. Ну вы скажете, что вот видите, какая вероятность в отрезок, а вот вероятность в t попасть. Вдруг у нас теперь и так всё появилось, что некоторые точки стали положить невероятность. Мы тут распинались, чтобы вот так сказать. Но этот вопрос вот прошёл. А как же посчитать какую-то вероятность на бесконечное просаде монеток? Ну это же непонятно, потому что тут еле-еле через конечное число класса в отрезок. Но замечательно в том образом оказывается, что для этих вещей не надо уметь считать вероятность на бесконечное просаде монеток. Надо верить, что эту вероятность можно посчитать. Вот этот факт не очевиден. Но вот если ты знаешь, что такое вероятность считать можно, то посчитать идёт просто. Вот смотрите, вот мы бесконечное число раз бросаем монеток. И смотрим конкретную совершенно последовательность. Так, спрашивая, какова вероятность получить конкретную, скажем даже ещё конкретную, конкретную, какова вероятность, что получится вот такая последовательность. Но мы понимаем, что эта последовательность где лежит? Она лежит в множестве вот таких последовательств. Которые так выглядят на номер обмен, а потом какая хочет. Какая угодно. Правда? Но если какая угодно, это значит, что дальше бросание меня просто не интересовало. Не вероятность, что у меня первая вероятность в знак, в одна, в вторая. Ну и смотрим, правильно. Правда? У вас первые n знаков, это вот эти конкретные. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Да, всё. 2 степени минус n, правда? А теперь смотрите, наш исход лежит в любом таком событии для сколь угодно большого n. Что происходит с этим числом, когда n стремится бесконечно, он становится большим? Он приближается к нему, не бесконечно. Ну, бесконечно маленьких чисел нет, но есть те последовательности, которые к нему приближаются. Вот смотрите, вот у нас получается, что каждый раз наш исход лежит в событии, и всё более и более маленькая вероятность меньше любого наперёд за одного числа. Ну, я на этом кадре не отрицаю, это число, которое меньше любого наперёд за одного. Вот вы знаете, какое? Знаете, какое число, которое меньше любого положительного числа? 0. 0, ну не отрицаю, 0. И только одно, потому что какое-то другое не назовёшь, я вам всегда скажу поменьше, пополам. Скажу поменьше, значит, вероятность вот такой конкретной партнерности, при каком подходе нулевая. Хорошо. Тогда поздравим с вопросом. Какая вероятность, что так построили х, окажется меньше t? Ну, давайте посмотрим, что значит, что он меньше t. Для этого разложим х в двоичную систему и t в двоичную систему. Значит, вот смотрите, х, у него какие-то знамя, да, в двоичном возложении, и у t есть знака в двоичном возложении. Теперь, знаете, что значит, что х меньше t? Ну, это два века. Либо ε1 меньше t1, а всё остальное не важно. Правда? Либо что? Либо они совпали, но разошлись где? Во втором знаке. А всё остальное не важно. Либо что? Либо они совпали и во втором знаке. Но разошлись в третьем. Так? Вот ε1 равно t1, ε2 равно t2, ε2 оказалось меньше, чем... А дальше не важно. Ну и так далее. Значит, получается, что моё событие состоит из суммы вот таких событий. Ладно? Давайте посчитаем вероятность каждого из них. Вот чему равна вероятность вот этого события? Она у нас. Но это неправда. Смотрите, если t1 ноль, то такого вообще не бывает. Согласны? Если первый знак у t нулевой, то у x не может быть не ноль первый знак. Согласны? Не может быть меньше нуля. Значит, здесь так. Если t1 ноль, то вероятность ноль. А если t1 единичка, то, как вы правильно говорите, вероятность будет что? Одна вторая. Значит, если я посчитаю эту вероятность, это будет t1, то есть т1. Правда? Понимаете, если t1 ноль, то 0. Если t1 один, то одна вторая. Идём дальше. Какова вероятность вот такой получения? Это что вы знаете? Что на первом броске фиксированная цифра. Так? Это уже 1 вторая от всего. Так? А дальше что? Эту 1 вторую на что вы можете? На ноль, если это ноль. Либо ещё взять 1 вторую. Так, если это что? А, единичка. Значит, получается, что это плюс t2 разделить на 4. Ну, или если хотите, можно считать, что у вас первые два, то это только два паска. Да? Первая цифра фиксирована. А у другого, может быть, только что. Либо таких исходов вообще нет, либо он такой один из четырёх. Получается, t2 из четырёх. Для трёх ноль, t3 на 8. Что же такое написано? Нет, это не единицы написано. Это написано что? t. Это же была взята дворечная запись t. А мы с вами обсуждали, что когда дворечную запись вот так ангебраически используешь, то получается точность что? t. Понятно? Значит, смотрите, что оказалось. Оказалось, что вероятность того, что x меньше t, это t. Ну, а тогда не трудно посчитать вероятность того, что x меньше от t до s. Это надо взять вероятность того, что он меньше s, и вычистить из неё что? Вероятность того, что он меньше t. Получится s минус t. Значит, умея бросать правильную монету, можно научиться выбирать точку случайную из отрезка 0.1. А научившись выбирать точку из отрезка 0.1, можно теперь легко моделировать, в общем-то, любую вероятность, которую вам потребуется. Любую вероятность того, что вы можете выбирать.